Кто должен спасать утопающих? Может доживем и до таких времен, когда проект бюджета в Госдуму будут не вносить, а заносить на пару дней, чтобы хотя бы торжественно постояли тяжелые коробки с бумагами на парадной лестнице с красной ковровой дорожкой в окружении почетного караула из членов комитета по бюджету и налогам. А вот навести порядок в бюджете на восстановление омуля не могут до сих пор. Нет, у них как бы все в порядке, только непорядочно это как-то. Квоту на регулирование эндемика в Байкале сократили втрое. Казалось бы, куда уже, но видимо в рыболовстве и от нуля отнять умеют. Татьяна Родионова, Информполис. Ученые даже заговорили о запрете на вылов омуля на пятилетний срок. Эта мера будет вынуждена, иначе его не сохранить, уверяли специалисты. Забили тревогу из завода воспроизводители. Однако власти, несмотря на критическую ситуацию, заявили, такой вариант не рассматривается. Ну и закончить хотелось бы на единственной приятной, но и печальной новости. Близится самый патриотичный праздник в нашей стране. День Великой Победы. О маленькой части большого торжества рассказал номер один Константин Гармаев. Май – месяц героев. Для каждого из них герой не только тот, кто с оружием в руках защищал нашу Родину, но и учитель, сеющий в наших детях разумная, светлая, добрая, и врач, спасающий жизни, и чабан, который на далеком гурте пасет овец, и мать, воспитывающая пятерых детей. Очень хочется, чтобы такие люди стали героями для каждого, даже самого маленького человека. А в предстоящий праздник то самое разумное, доброе и светлое наконец-то проснулось и напомнило всем нам, кому и за что мы будем благодарны вечно. С праздником нас всех! Увидимся через неделю.